МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава государства дал старт международной выставке Экспо-2017. Транзитный мост Евразии, новый виток экономических отношений Казахстана и Китая. Старт международному проекту дали главы двух государств. Под особым вниманием Аким области с двухдневным рабочим визитом посетил приграничный Панфиловский район. Сезон открыт около 1400-летних лагерей, ждут школьников Алматинской области. Актуальная тема. Еще 300 домов Талткургана подключат к природному газу уже в июле. Более ста государств-членов Международного бюро выставок оказали нам высокую честь и доверие в проведении Экспо-2017. Сказал, открывая международную выставку, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства отметил, что такое мероприятие – это усилие не только одного государства, но и всего международного сообщества, представляющего свои достижения на этой выставке. Выставка Экспо – это новая вершина продвижения нашей страны, национального бренда «Казахстан», подчеркнул Нурсултан Назарбаев. Заявляя тему «Энергия будущего», мы рассчитываем оказаться в самой сердцевине научного прогресса. За полтора века, с момента первой всемирной выставки в Лондоне, человечество пережило грандиозные технологические изменения. Сегодня мы стоим на пороге новых открытий в сфере эффективной безопасной энергии. Уверен, наша выставка внесет свой уникальный вклад в этот глобальный процесс, продолжил президент и поблагодарил всех, кто участвовал и руководил этим сложным процессом, а также всех казахстанцев за искреннюю поддержку и содействие в реализации идеи этой выставки. На торжественное мероприятие были приглашены представители 115 стран и 22 международных организаций. Президент страны Нурсултан Назарбаев лично приветствовал всех глав государств. «Астана Экспо-2017» – первая международная выставка, которая проходит на территории СНГ. Это событие глобального масштаба, которое, пишут в СМИ, по значимости можно сравнить со всемирными экономическими форумами, а по туристической привлекательности и посещаемости – самыми популярными спортивными соревнованиями. Казахстан сегодня в центре внимания всего мирового сообщества. И напомним, выставка продлится до сентября. Что проходило в первые дни Экспо, смогли увидеть и мои коллеги. Событие глобального масштаба для всего мира «Экспо-2017» официально открыто. Каждый гость сегодня почувствовал всю гостеприемность и радушие казахстанцев. Встретила гостей дорожка в цвете казахстанского флага. Далее поражающий воображение огромный зал с не менее эффектным экраном, где один за другим сменялись флаги, участвующих в церемонии открытия стран. И все это павильон Казахстана, построенный в виде сферы с использованием самых передовых технологий. Сначала на выставку прибыли почетные гости, главы 17 государств, которые и стали первыми свидетелями всего этого великолепия. Официальная часть началась с выступления главы государства. Нурсултан Назарбаев рассказал о самых важных составляющих специализированной выставки и поздравил всех гостей и казахстанцев с открытием долгожданного мегапроекта «Экспо-2017. Энергия будущего». Уважаемые дамы и господа, в ноябре 2012 года в Париже представители более 100 государств-членов Международного бюро выставок оказали нам высокую честь, доверив проведение данной выставки. Я хочу выразить благодарность всем странам за принятие нашей заявки и предложенной темы. Выставка такого масштаба – это не только усилие одного государства, это труд международного сообщества, представляющего свои достижения на этой выставке. Международные выставки «Экспо» – это новая вершина продвижения нашей страны национального бренда «Казахстан» в глобальном пространстве. Заявляя тему «Энергия будущего», мы рассчитываем оказаться в самой сердцевине научного прогресса. За полтора века с момента первой всемирной выставки в Лондоне человечество пережило грандиозные технологические изменения. Сегодня мы стоим на пороге новых открытий в сфере эффективной и безопасной энергии. Уверен, наши выставки вынесут свой уникальный вклад в этот глобальный процесс. Планируемые мероприятия с участием в выдающихся умов современности обозначают новые пути развития человечества. Он призван стать финансовыми воротами центром протяжения инвестиционного капитала в регионе. Будет создан Международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиций. Его целью будет содействие глобальному устойчивому развитию через поддержку продвижения зеленых технологий. Откроется Международный технопарк IT-стартапов. Он станет платформой для привлечения IT-предпринимателей и инвесторов с этого мира. Таким образом, пусть инновации Экспо продолжит свое объение на благо развития нашей страны, региона и мира. Проведение 66-й по счету Международной выставки именно в столице нашей страны для Казахстана большая честь и гордость. Получить такое право нашей молодой и независимой республике признаться было нелегко. Но в 2012 году во время 152-й Генеральной Ассамблеи из 161-го государства тайным голосованием местом проведения Экспо-2017 избрали Астану. Сам городок, благодаря сплоченности народа и точному алгоритму выстроенной главы государства, смогли построить не за 6 лет, как планировали, а всего за 21 месяц. На его возведение было потрачено около 414 миллиардов тенге и открыто свыше 255 тысяч рабочих мест. Сегодня у нас здесь будет работать порядка 1200 журналистов. Из них 400 журналистов это наши казахстанские и более 800 журналистов это журналисты из зарубежа. Когда мы готовили, мы организовали один пресс-тур из журналистов дальнего зарубежья и ближнего зарубежья. И еще около 300 журналистов пришли сюда, те, которые работали на ШОС. Очень много журналистов иностранных из СНГ и из Европы приехали сами самостоятельно. Мы анонсировали, что у нас будет такое событие. Они приехали сами самостоятельно, потому что эта выставка для них представляет очень большой интерес. С Центрального агентства Китайской Народной Республики приехали более 50 журналистов. Радует, что для оперативной и мобильной работы средств массовой информации созданы все условия. Данная выставка с такой важной тематикой, я уверена, станет площадкой для создания инновационных идей и обмена опытами информации. Как вы знаете, в 2012 году выставка прошла в нашей стране, в Шанхае. Конечно, их нельзя сравнивать, но я уверена, что данный проект послужит еще большему укреплению и содружеству двух наших стран. По словам иностранных экспертов, торжественная церемония открытия выставки Экспо-2017 прошла на высоком уровне. После старта открытия выставки и мультимедийного шоу в Конгресс-центре в амфитеатре начался торжественный концерт. С помощью мелодии со всех континентов было создано ощущение кругосветного путешествия. Музыкальная программа включила в себя традиционные казахские ки, ритмы Африки, Южной Америки, Австралии. Были слышны даже ноты леденящей Антарктики. В эти дни в Астану уже съехались тысячи туристов. В целом за время проведения выставки ожидается более двух миллионов гостей. Жбек Труганбекова, Жизира Исаева, Степан Мережко, телеканал ЖИЦУ из Астаны. Ну а в преддверии Экспо в рамках саммита ШОС президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, прибывшим в Казахстан с официальным визитом. Как отметил глава государства, между нашими странами установлен высокий уровень доверия и сотрудничества. И третий визит главы Китайской Народной Республики в Казахстан является тому подтверждением. Межгосударственные отношения Нурсултан Назарбаев назвал образцовыми и отметил, что КНР сегодня стала одним из основных экономических партнеров нашей страны. Одно из самых важных направлений двустороннего сотрудничества – развитие транспортной логистики. Нурсултан Назарбаев особо отметил идею Китая по развитию великого шелкового пути «Один пояс, один путь». Было подписано совместное соглашение о сопряжении данной идеи с программой Нурлыжол и заложена основа нового формата сотрудничества в развитии транспортно-логистического потенциала. Старт которой в минувший четверг дали главы двух государств в рамках работы телемоста Казахстан и Китай, транзитный мост Евразии. Прямая трансляция развернулась из площадки в сухом порту Харгос «Восточные ворота», где мы побывали и узнали все подробности дальнейшего двухстороннего сотрудничества двух стран в рамках совместного логистического проекта. Сегодня Казахстан и Китай не просто добрые соседи, которых связывают давние дружественные отношения, но и всесторонние стратегические партнеры. Развитие транспортной логистики – одно из главных направлений. В прошлом году объем перевозок между Китаем и Европой через Казахстан составил 105 тысяч контейнеров, а с начала этого года объемы увеличились уже втрое. Так и нынешний визит председателя КНР в Казахстан ознаменовался новым взаимовыгодным проектом. Главы двух государств приняли участие в работе специального телемоста, который виртуально протянулся между китайским портом Лянь-Юньгань и казахстанским сухим портом Харгос, наладив отныне совместную работу в развитии грузопотока с участием всемирно известной компании «Каско». Крупные китайские инвесторы вошли вдоль сухого порта Сесхаргос-Восточные ворота. Это является продолжением и сопряжением инициатив «Экономический поезд шелкового пути» и «Нурлжол». Соответственно, этот первый шаг позволит в дальнейшем привлекать инвесторов, позволит развивать шелковый путь, различные маршруты в Европу, в Среднюю Азию, в Турцию, в Иран. Мы ожидаем к 2020 году 2 миллиона транзитных контейнеров пройдут через Казахстан. Эта цифра вполне реальная, потому что мы ежегодно имеем многократный рост по разным направлениям, особенно из Китая в Европу. И что очень важно, появился обратный грузопоток из Европы в Китай. В системе трансконтинентальных перевозок специальная экономическая зона «Харгос-Восточные ворота» стала стратегически важной для всего евразийского континента. Ее уже прозвали вторым соедским каналом, только более выгодным. Время следования морским путем из Поднебесной в Европу сегодня занимает 45 суток. По коридору через сухой порт «Харгос» не более 15 суток. За два года сухим портом осуществлен перегруз 154 тысяч контейнеров. Отныне грузопоток будет только расти, влияя на развитие всего региона. Уважаемый Норсултан Абиш, уважаемый господин Си Зимпин, Алматинская область является крупнейшим экономическим центром Казахстана и транзитным хабом «Восточными воротами» трансказахстанских маршрутов. В нашем регионе расположены стратегические точки обмена грузов на границе с Китаем, железнодорожные пограничные станции «Достык» и «Алтынколь», обеспечивающие 70% транзитного поезда потока Казахстана. Ваши инициативы обеспечивают новые рабочие места и новые точки роста. Разработан и утвержден генеральный план нового города, который вырастет здесь в скором будущем. Мы уверены, что благодаря национальным программам «Норложол» и «Один пояс, один путь» исторический шелковый путь приобретет большие возможности для дальнейшего мощного развития наших стран и всего региона в целом. Главная задача нового сотрудничества – не просто увеличить грузопоток из Поднебесной в Европу через Казахстан, но и возродить великий шелковый путь, который вновь сважет воедино Азию и Европу. Казахстан – первая страна на новом экономическом поясе. И его роль, отметил глава государства, стать главным связующим звеном между Китаем и Европой. Сегодня началась реализация двух важных проектов. Стартовали первые поезда с контейнерами из порта Лянюнган на Центральную Азию в Турцию. Запущены контейнеры сообщений из сухого порта Сес-Каргос в восточные ворота в китайский город Чэнду. Это наглядный пример нашего эффективного сотрудничества в сопряжении программы «Экономический пояс шелкового пути» и «Нурлужол». В планах наших достигнут показатели двух миллионов контейнеров перевозок в 2020 году. Об огромной значимости работы двух портов, наращивании взаимовыгодных торгово-экономических отношений двух стран сказал и председатель КНР Си Цзиньпинь. Лянюнгань – это восточные ворота нового евроазиатского континентального моста. И Казахстанно-китайский терминал на его территории дал для стран Центральной Азии выход к Мировому океану. Новый формат работы в развитии логистического потенциала двух стран откроет и новые перспективы международного сотрудничества. Данный проект призван не только принести прибыль Казахстану и Китаю, но и создать благоприятные условия для транспортно-логистического сотрудничества. В 2013 году я впервые выступил с инициативой о создании экономического пояса «Шелкового пути». Казахстан стал одной из самых заинтересованных стран в реализации проекта. Это сопряжение экономического пояса «Шелкового пути» и политики Нурлыжол. Таким образом, Казахстан получает выход на новые логистические центры на Евразийском континенте. Хочу поздравить с этим достижением всех казахстанцев, господин президент. Это станет мощным стимулом для развития региона. Уже к 2020 году планируемый объем обработки грузов достигнет 4,5 миллионов тонн в год. И начало интенсивному наращиванию грузопотока положен. Главы двух государств дали старт экспортным поездам. Один направился из китайского Ляньюньганя в казахстанский Харго, с другой из сухого порта в сторону Китая, ввезя 50 контейнеров с товарами народного потребления. Инициативы главы двух государств открыли новые пути взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и стали ярким примером стратегического партнерства и успешной реализации совместных проектов. Наталья Хоменко, Жасулан Ченгинжинов и Абзал Нусипов, телекомпания ЖТСУ, Сухой порт, Харгос, Восточные ворота. Абзал Нусипов, телекомпания ЖТСУ, Сухой порт. Из нареканий руководства области, в частности по благоустройству райцентра, который уже вскоре обещает кардинально преобразиться. Что еще ждет в ближайшем будущем приграничный район? Смотрите прямо сейчас. За технологией капельного орошения будущее. В этом не сомневаются в хозяйстве Куктал Агра. В прошлом году в пилотном режиме они отвели 80 гектаров под инновации и не прогадали. Урожай кукуруза оказался в три раза выше обычного. В первую очередь рациональное использование воды. То есть если при традиционном поливе мы бы использовали 800 литров в секунду данное поле полить, здесь 100-120 литров идет. Это раз. Во-вторых, мы микро- и макроудобрения, минеральное удобрение, подаем непосредственно в корневую систему. За счет этого происходит эффект. Если при традиционном этот же сорт, культура дает 8-10, это максимум, а так на наших полях 6-8 тонн с гектара, то при пилотном проекте 80 гектар в прошлом году, мы местами, у нас показатели были более 17-18 тонн с гектара. В этом году системой капельного орошения уже охватили почти 300 гектаров. В планах хозяйства довести площади до 500 гектаров. Для внедрения израильской системы специально пригласили специалистов из Украины. Они уже 20 лет занимаются капельным орошением и знают толк в современных технологиях. Это рентабельно, это повышает урожай, соответственно, обогащает страну, так как и нашу, и вашу. Где-то в 3-3,5 раза это кукуруза, соя, это увеличение урожая, а на овощах это в раз 5. Систему капельного орошения необходимо внедрять повсеместно. Подчеркнула Кимобласти. Помощь крестьянам будет оказывать и СПК. Поддержку через корпорацию получат и объединенные в кооперативы мелкие хозяйства. Так уже на встрече с Акимом области местный фермер заручился поддержкой в расширении своего цеха по переработке шерсти. Дело это нужно, подчеркнула Мандык Баталов. Сегодня в области насчитывается 4 миллиона голов овец, а переработка не налажена. Современное оборудование помогут приобрести в лизинг и расширить нужное производство. В успешности своего хозяйства отныне уверены и местные сельчане. Сразу 40 семей объединились в кооператив и занялись созданием молочно-товарной фермы. Нашли разрешение в этом году и давно наболевшие проблемы жители района. Впервые за 20 лет начался ремонт автодороги Алмата-Кокпек-Коктал-Харгос. Местный мост не раз страдал от селевых выбросов. Но теперь возможные ЧП ему не страшны. Мост построят заново, а также проведут все берегоукрепительные работы. Полностью обновится и главный проспект Джаркента. Капремонт дороги уже начался. Через два месяца подрядчики обещают сдать объект в эксплуатацию. Акимобласти здесь внес свои весомые поправки. Вместе с ремонтом дороги, тщательное благоустройство необходимо провести и на всей прилегающей территории. И вот посмотри, она полностью обрезает, и вот так, чтобы улица была, шикарная улица. И вот где вот там у тебя, где торговые центры, Баскань, везде, везде порядок на видео. Билборды вот эти, все обновить новые, как положено. Доложили Акимобласти и о строительстве инженерных сетей в районе. Практически решен вопрос с обеспечением сил питьевой водой. Из 42 населенных пунктов водопровод проведен в 41. На должном уровне идет в районе и возведение сетей под ИЖС. А вот к соблюдению норм строительства у Акимобласти возникли большие нарекания. Местные предприниматели, группа нарушая линию застройки, возводит торговый центр и даже уже вырубил около 10 здоровых деревьев в угоду собственному делу. Такому не бывать, предупредил ответственных лиц Амандык Баталов. И поручил не просто разобраться с подобным вопиющим фактом, но и наказать по всей строгости законов всех, кто пренебрег строительными нормами и правилами. А почему вот так строят? Давай сейчас начнем вот эти деревья сносить. Все начнем вдоль тротуара вот так строить. Сего не остановить. И в суд подайте. Вон по ту ось пусть срезает. И отсюда пусть все убирает. А вот за вот эти деревья приглашают, это охрана окружающей среды, и за каждое дерево миллионные штрафы выпишите ему. И мне принесете, покажете. Посмотрите, какие деревья сносить ради своего вот этого магазина. Центральная районная больница давно нуждалась в ремонте. Закончить его обещают подрядчики уже в июле. Тогда у жителей района появится не только обновленная больница с увеличением койко-мест, но и новое инсультное отделение и реабилитационный центр. Пойдет 1 сентября и местная ребятня в новую школу. Старое здание еще 36-го года постройки. Снесли и возвели просторное на 300 мест учебное заведение, решив тем самым не только проблему трехсменки, но и создав для детей комфортные условия учебы. Но проблем в сфере образования у района еще немало. Давно наболевшими местные жители поделились о Кимом области на активе и нашли поддержку. Мы еле добились того, что нам дали деньги на ремонт. Сегодня 7 июня. В школе тишина. В школе ни одного движения нет. Если там какие-то крошки сделают нам, это не закроет нашу проблему холода. Меня больше всего волнует нарушение температурного режима. Что ты хочешь на 1500 мест на 180 миллионов сделать? Для чего ты здесь тогда работаешь? По школе я разберусь. Аманек Баталов подверг жесткой критике. Работу ответственных лиц указал на недостаточную работу с населением. Такие сходы необходимо проводить как можно чаще и досконально знать все чаяния народа. Глава области взял на заметку каждую высказанную местными жителями проблему. Коснулись они земельных отношений, выделений субсидий, ремонт на местных улиц, благоустройство и строительство новых соцобъектов. Ни одно обращение не останется без внимания и непременно найдет свое разрешение. Заверил Аким области. Впрочем, немало в районе и достижений. Регион практически единственный в области наладил безотходную переработку бытового мусора. Завод выпускает четыре продукта. Мазут, печное топливо, газ и гранулированный уголь. В день перерабатываются 50 тонн отходов. Такой пример отметил Аким области. Должен стать показательным для всех. И заверил предпринимателя в своей поддержке, которому нужны кредитные средства для дальнейшего развития. А вот по газификации района к инвесторам у Акима были нарекания. Проделали они колоссальную работу. Привели природный газ в Жаркент. Однако цену за подключение абонентов предприниматели должны снизить. Настоял Аманда Кбаталов. Почему это? Каждый инвестор должен свои цены установить. Вы нам доказываете по каждому поселку. Мы вам согласовываем. После этого начинаете работать. Но не так взять. Мы эти деньги должны вернуть за год. Давай эту нагрузку через людей, потребителей. Так не делается. Мы должны диктовать там. И мы должны защищать людей. Поручил Аким области ускорить работы по строительству распределительных сетей. Намерены инвесторы вложить более 13 миллиардов тенге и подключить к природному газу как минимум 11 тысяч абонентов Панфиловского района. Голубое топливо подведут и к зоне Харгос. На Казахстанской части Международного центра приграничного сотрудничества полным ходом идут строительные работы. Один из главных объектов – центральная площадь Самрок, состоящая из пяти блоков. К осени обещают подрядчики завершить два торговых центра, гостиницу и город ремесленников. Еще 12 объектов на стадии реализации. Лично проверила Аким области итог работы подрядчиков, строящих многоквартирные дома в ближайшем селе. И заставили переделать ряд замечаний и в итоге сдать качественное жилье, которое в первую очередь предназначено для очередников, многодетных семей, детей, сирот и работников социальной сферы. Они уже хотели сдавать, я раскритикал, все, что переделали. Молодцы. И вот сейчас, даже отсюда посмотрите, красивый момент, да? Основное население будущего города – работники железной дороги, сухого порта, центра приграничного сотрудничества и нового пункта пропуска Нуржалы, строительство которого обещают подрядчики завершить уже в следующем году. Вложить в него намерены инвесторы 70 миллиардов тенге и сделать вторым по величине в мире. Основная цель китайских товаропроизводителей – повернуть основные потоки грузов с Южного Китая, вывезти на Центральную Европу. То есть, если до этого это все осуществлялось морем или Транссибирской магистралью, морем – это 55 дней, Транссибирской магистралью – 14 дней. То есть, на сегодняшний день этот пункт пропуска позволит за 10 дней доставить грузы с Южного Китая до Центральной Европы. Только в бюджет налогами от работы пункта пропуска ожидается поступление в 300 миллионов тенге. Акимобласти заверил инвесторов во всесторонней поддержке и уже на месте обсудил точки сотрудничества в рамках строительства инфраструктуры нового таможенного пункта. Его важность в развитии логистического потенциала страны переоценить сложно. Пропускная способность по сравнению с действующим пунктом на Харгосе увеличится более чем в 10 раз и составит 2500 машин в день. Наталья Хаменко, Жуслан Ченгинжинов и Абзал Нусипов. Телекомпания ЖТСУ. Панфиловский район. Ну а тем временем и Талдыкурган переживает строительный бум. Работы ведутся сразу на более чем 20 крупных участках. Качество на особом контроле руководства области. По специальному распоряжению Акима области создана специальная группа во главе с первым заместителем Акима, которые отныне на постоянной основе каждую субботу объезжают стройплощадки областного центра. Что на этот раз заключила комиссия в материале Эльвиры Ликеровой. Запуск городского бассейна – самое ожидаемое событие этого лета. По словам властей, он станет новой достопримечательностью областного центра. Пирс с прогулочными лодками, песчаный пляж и цветовой фонтан расположится на этом месте. Уже через неделю планируется открыть купальный сезон. Озеленению территории уделить особое внимание поручил руководитель рабочей комиссии. Совсем скоро станет неузнаваемой и въездная трасса. Однако работ по благоустройству предстоит еще немало. Кардинально изменится пригородный участок третье отделение. Здесь будут арык, тротуар и зеленые насаждения. На полтора метра в ширину вдоль по всему участку. Улицу прокладываем по проекту. Также расположатся объекты соцкультбыта. Высокие, хорошие объекты. Дома останутся на заднем плане. Таким образом, этот въездной участок трассы будет эстетически привлекательным. Есть замечания по парку Жастар. Уложенная буквально два года назад тротуарная плитка просела, а местами выкрашилась. Локальные участки подлежат замене. Уже в конце лета будет введен в эксплуатацию выставочный павильон. Необычное архитектурное решение, особая внутренняя отделка позволят проводить грандиозные выставки и форумы. В павильоне предусматривается создание центра обслуживания предпринимателей и инвесторов. Там делить надо. Там делить надо. Возерка на второй этаж. Ну, как стеклянные перегородки делать. Вот на той стороне. Но у них в смете нету, они как сдадут потом, когда мы в аренду будем давать. И то система аренды, наверное, будет как бы на конкурсной основе. Порядка 200 алкурганских семей получат ключи от долгожданного жилья уже в июне. На этот срок намечена сдача 168-ми квартирного дома в юго-западном районе. Качество нового коммунального жилища на личном контроле руководства области. Особое внимание Лязат Турлашев уделил не только внутренней отделке квартир, но и благоустройству двора. Такие объезды по контролю качества строящихся объектов рабочей комиссии под руководством первого замокима области будут проводиться еженедельно. Эльвира Лейкерова, Жасулан Шенкенже, телеканал ЖТСУ. Для школьников наступила золотая пора, долгожданные каникулы. И теперь главное – провести их весело и с пользой. Как говорится, лучший отдых – это, конечно, активный. Именно такое приятное и полезное времяпровождение предлагают школьникам детские оздоровительные лагеря. На этой неделе стартовал сезон их работы. Сегодня в области открыто 30 стационарных лагерей. Кроме того, есть еще палаточные, юрточные, спортивные и краеведческие. Таковых насчитывается почти 400. Впрочем, весело отдохнуть и с пользой можно и в пришкольном лагере. Этим летом таких будет действовать 963. В целом организаторы планируют в этом году отдыхом охватить почти 100% школьников, а это много ли мало – почти 300 тысяч ребят. Одним из главных новшеств этого летнего сезона – полезный отдых. Повсеместно будут созданы языковые школы, где дети будут изучать английский язык. Так, в минувшую пятницу сразу 16 загородних лагерей открылись в регионах области. Старт сезону дал заместитель Акима области Жекслу Комар и лично оценил условия предстоящего летнего отдыха детей в одном из загородних лагерей Красайского района. Что в целом, обещают организаторы каникул, узнали и мои коллеги. Яркими флажками и шарами раскрасилась главная площадка лагеря Арман Далан. Открытие его первого в этом году сезона стало настоящим праздником для всех присутствующих. Символично и то, что совпал он с открытием международной выставки Экспо-2017. В этом году более 250 тысяч детей будет отдыхать в наших лагерях Алматинской области. Это первое. Второе, 30 тысяч детей из социально-увиденных слоев населения, семей, будет отдыхать. Тоже мы обеспечим летними отдыхами. И третье, хочу подчеркнуть, 5 тысяч детей наших детей будут посещать выставкой Экспо. Для этого выделены 250 миллионов тенге из сообщества бюджета. И с завтрашнего дня уже начинаются искусства наших детей в Астане. В лагере свой порядок. У каждого отряда свой девиз, своя речевка. И каждый старается быть лучшим во всем. В творчестве, эрудиции, физической подготовке. Стэн топ! Динамит! Стэн топ! Динамит! Стэн роль! Если лагерь наскорить, это сделан динамит! 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 Насыщенная программа каждого дня, походы и экскурсии, игры следопытов, творческие состязания и многое-многое другое привлекает ребят из разных регионов страны. Многие ребята приезжают сюда не первый год, а некоторые стараются побывать даже по 2-3 раза за лето. Мне здесь очень нравится, ощущение приятное. Здесь все, что я люблю. Мне нравится здесь свежий воздух, красиво. Каждый день какие-то новые впечатления. Всегда у нас по вечерам дискотека и много чего другого. Всякие конкурсы выступают. И мы выступаем всегда на сцене. Мы стараемся быть хорошим отрядом, чтобы произвести впечатления. Мне 12 лет и я отдыхаю уже в этом лагере второй год. Этот лагерь очень хороший. Я пожелаю здесь отдыхать. Пусть все будут здоровы и счастливы. Главный акцент – здоровый образ жизни и новые знания. Ведь каникулы для того и существуют, чтобы дети заряжались позитивом, загорали, закалялись и расширяли кругозор. У нас по программе идут два мероприятия в день. Это утренние мероприятия и вечерние мероприятия. Утренние в основном мы акцентируемся на спортивные, на оздоровительные. В этом году мы больше уделяем время на детей, на творчество. Улучшаем наши творческие качества детей. Программу открытия каждого сезона воспитатели продумывают до мелочей. Чтобы приняли в ней участие все дети. Раскрыли грани своей индивидуальности. А веселое настроение им подарили искрометные зажигательные танцы и веселые песни. Праздник открытия завершил интересный флешмоб с участием вожатых отрядов. Уникальное отделение Каспочты презентовали в селе Муролдай. Оно вовсе не требует подключения к электрическим сетям и работает на энергии солнца и ветра. Пилотный проект запустили в рамках зеленой экономики в самый канун международной выставки Экспо. По словам изобретателей, такой мобильной почты пока нет не только в республике, но и во всем постсоветском пространстве. Мои коллеги одни из первых оценили преимущества такой мобильной почты. Площадь мобильного отделения почты 90 квадратных метров. Здание сконструировано из трех контейнеров. Его монтаж и демонтаж занимает не больше суток. При этом специального согласования на установку такой мобильной почты не требуется. Поэтому расположиться здание может по желанию жителей в любом для них удобном месте. Ой, вы знаете, бесподобное. Настолько мне здесь нравится, во-первых, уютно, так комфортно. И то, что вот видите, вот везде стульчики, пожалуйста, не надо мучиться. И еще что, подошли, сели, приятно вас встретили. Так что мне очень нравится здесь. Спасибо за то, что все-таки думают о нас, заботятся. На строительство такого почтового отделения необходимо 17 миллионов тенге. Окупаемость проекта всего два года, тем более что затрат на электричество оно не требует. 16 солнечных батарей и один витряной генератор обеспечивают энергией отделения Каспочты. Установлена здесь и система отопления, которая в летнее время выполняет вентиляционную функцию. Это здание полностью автономное. То есть вся энергия, все вот эти компьютеры, принтеры, вся что, оргтехника есть в этом здании, обслуживаются за счет энергии солнца и ветра. Вот, отопление здесь тоже экологически чистое, тоже наша же разработка, значит, печи длительного горения. Очень экономичная, дешевой эксплуатации. Горячая вода, здесь идет, вот стоят солнечные коллекторы на крыше, мы установили, то есть бесплатная вода, круглый год, 100 литров, то есть она всегда будет. И ближайшие 10-15 лет он будет работать, никаких проблем, никаких возникать не будет. Она не требует обслуживания, просто работает, дает энергию. Автором проекта выступила компания «Триэнерджи». Это ее совместный пилотный проект с Каспочтой. В рамках поручения президента по внедрению инновационных разработок по зеленой экономике такие мобильные, а самое главное экономные почтовые деления до конца года будут установлены в каждом районном центре Алматинской области. Для оперативной доставки почтальонам закупят велосипеды и электроскутеры. Лаура Бадьбачанова, Жизира Исаева, Степан Мережко, телеканал ШТСУ. Еще из главных тем этой недели. В Талкургане идет массовое подключение к природному газу. Напомним, зажгли его буквально в конце апреля. Сегодня в городе уже завершается вторая очередь прокладки газовых сетей. Столь значимого события ждали долго, но проекты вовсе могли заморозить тяжелые годы кризиса. Однако, благодаря особому поручению главы государства за два небольших года сделали, казалось бы, невозможное. Достроили магистральный газопровод Алматы-Талкурган протяженностью 265 километров и впервые за всю историю привели в Талкурган природный газ. К первым 60 домам уже подвели все необходимые сети. В конце июля еще 300 частных домов Талкургана подключат газом. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы на 20 улицах областного центра. К началу же отопительного сезона количество абонентов достигнет 4000. Это владельцы частных и многоэтажных домов. Во сколько обойдутся Талкурганцам благо цивилизации? Какие улицы в этом году подключат к голубому топливу? И когда завершат газификацию всего города? Узнала наша съемочная группа. Программа газификации Талкургана разделена на четыре очереди. На сегодня первая завершена наполовину. В городе уже протянуто 88 километров газопроводных сетей. Они позволят обеспечить газом к отопительному сезону 4000 абонентов. Работы по подключению взяла на себя компания «Кастрансгазаймак». На сегодня подрядчики газ подвели к 58 частным жилым домам. 20-30 домов, к сожалению, по технологическим мы не сможем подключиться сейчас. Для этого мы должны набрать около 350-400 домов. Как 350-400 домов, строительно-монтажные работы будут готовы, мы уже в порядке очереди будем подключать готовых жильцов к природному газу. И планируем где-то, согласно графику, может быть, к началу августа, в конце июля уже приступим к подключению жильцов к природному газу. В этом году отопительный сезон на газе начнут жильцы улиц Коротальска, Ескельдеби, Сланово, Валиханово, Белинского. В целом более 20 улиц. Долгожданными благами цивилизации воспользуются и жители улицы Панфилова. В доме чистота, ни дыма, ничего, ни копоти, ничего от этой печки полностью. Ну, благоустроенно получается, как в квартире будешь сидеть через зиму. Пускай даже я те же 10 кубов спалю и то всего в 30 тысяч. А сейчас уголь, он каждый год цена растет. 50-60 тысяч только на уголь уходит. Рады, что вы! Мы вот здесь вторые провели. И потом соседи все подключились и понеслось. Считаю, что это будет очень удобно. Голубое топливо, это же для всех хорошо будет. Ну, сравнить с углем, конечно, тяжеловато. Это уголь привези, выгрузи, загрузи. Это всех надо нанимать. Или дрова купи, или уголь купи. Потом вечером эту всю золу тащи обратно. А газ это же хорошо. Будем надеяться, что в доме будет тепло, уютно. И вода горячая круглосутки. Так что спасибо большое, что пригнали нам газ в наш городок. Наладить в доме систему отопления на газе подрядчик может всего за один день. Предоставить компания может и газовые котлы. Стоимость услуги зависит от метража труб, мощности котла и квадратуры жилья. Подключение стоит в среднем, если взять 20 метров трубы с выполнением работ, с полностью комплексным подключением, это будет стоить где-то около 98 тысяч тенге. То есть это без котла. Плюс, если абонент за свой счет будет покупать котел, и есть оборудование, как называется, сигнализатор загазованности, то есть этот прибор устанавливается возле отопительных приборов. В случае утечки газа, в случае утечки продуктов сгорания, этот прибор будет давать сигнал. То есть это здесь, в первую очередь, мы следим за безопасностью населения. В общем, все под ключ где-то будет 200-250 тысяч тенге. Для тех, чей семейный бюджет не позволяет заплатить всю сумму сразу, компания предусмотрела рассрочку от 3 до 6 месяцев. К концу августа планируется завершение первой очереди подключения газу, которое предусматривает 4 тысячи абонентов. А до конца текущего года их будет уже 8 тысяч. Лаура Байбачанова, Габитка Драхманов, телеканал ЖТСУ. Еще из важного, еще один шанс на спасение появился у онкобальных страны. На этой неделе в Алматинском региональном онкологическом диспансере прошла двухдневная конференция с участием ведущих онкологов из Японии. Тани Гочи Кен и наш соотечественник Серик Мейрванов поделились новыми технологиями в медицине с казахстанскими хирургами. До 2020 года количество онкобольных, по прогнозам специалистов, в мире может вырасти в два раза. Уже сегодня смертность от онкологических заболеваний стоит на втором месте. Неумолима данная статистика и в Казахстане. Согласно последним данным, в прошлом году в области было зарегистрировано свыше 4000 человек, впервые заболевших раком. Спасти всех, увы, удается не всегда. В силу запущенности болезни и незнания новых методов лечения, шанс на выживание в таких случаях дарят новые технологии из Японии. Инновационные методы хирургического вмешательства ведущий онколог страны восходящего солнца Тани Гочи Кен презентовал казахстанским хирургам. На сегодняшний день целью данной конференции и мастер-класса является реализация государственной программы «Назиусалук», которая ориентирована именно на исполнение пяти дорожных карт, в том числе дорожные карты имеются по онкологии. И, как вы знаете, у нас в России Казахстан проводится три больших онкологических скрининга. И вот касательно этого онкологических скрининга, вчера было выявлено, который был больной, именно по колоректальному раку, ему произведена была данная операция в условиях амартинского оригинального онкодиспансера. Мы провели совместную операцию по удалению опухолей на толстой кишке. Операция прошла удачно. Что я заметил, казахстанские хирурги обладают высоким уровнем профессионализма, но им нужно еще больше осваивать новые технологии. Для этого нужна большая информационная поддержка. В рамках проведения международной конференции на базе алматинского регионального диспансера было проведено две сложнейшие операции по удалению опухолей на почках и толстом кишечнике. Столь сложные лапароскопические операции под руководством зарубежных хирургов в области были сделаны впервые. Я болею с 2013 года. Диагностировали рак слепой кишки. 29 мая меня прооперировали. Чувствую себя хорошо. Спасибо большое врачам. Лапароскопические операции с применением высоких технологий японской медицины по удалению опухолей отныне будут ежедневно вводить в практику онкологи Алматинской области. А перенимать опыт казахстанские хирурги у японских намерены на постоянной основе. Это соглашение закреплено меморандумом между Алматинским онкологическим региональным диспансером и Национальным медицинским центром Нагасаки. Лаура Байбачанова, Жизира Исаева, Степан Мережко, телеканал ЖТСУ. Ну и в завершении выпуска криминальная информация, которая, впрочем, требует вашего внимания для вашей же безопасности. Целый цех фальшивомонетчиков закрыли в Янбиши, Казахском районе. 7 июня сотрудники службы экономических расследований пресечена деятельность подпольного цеха по производству фальшивых денежных купюр номиналом 5 и 10 тысяч тенге. Задержали преступную группировку на территории Ильинского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий. На месте у них изъяли денежные средства на общую сумму 170 тысяч тенге. Также листы бумаг формата А4, на которые нанесены цветным принтером формы и изображение купюр номиналами 5 тысяч и 10 тысяч тенге. В ходе расследования оперативникам удалось вычислить и сам цех, где изготовлялись фальшивые купюры. Он находится в одном из частных домов Янбиши, Казахского района. Там же были обнаружены и изъяты специальная бумага, цветной принтер и другие принадлежности. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники сбывали фальшивые купюры в мелких магазинах на окраинах города, а также продавцам фруктов с долей трассы Алмати. В этой связи служба экономических расследований Департамента госдоходов по Алматинской области просит граждан, обнаруживших у себя фальшивые купюры, незамедлительно сообщить в территориальные органы службы экономических расследований органов государственных доходов Республики Казахстан. 7 июня текущего года сотрудники службы экономических расследований Департамента госдоходов по Алматинской области провели оперативное ростное мероприятие, по результатам которых была пресечена подскольная стих в Казахстанском районе Алматинской области. В настоящее время в отношении данных лиц зарегистрировано досудебное производство по статье 251 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть это изготовление старшивых состейных наследств из целых бумаг. По данной статье максимальное наказание предусмотрено до 12 лет лишения свободы. Будьте осторожны и берегите себя. А на этом у меня все. Встретимся ровно через неделю в это же время на телеканале ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин